Продолжение следует... 13 сентября 2015 года, это отдельным выложен, народная лаборатория, значит, вот как заявлено было в регламенте, вот у нас установка по однопроводной передаче электроэнергии, значит, вот качер, катушка зажигания, вот однопроводная линия наша, вот приемник и лампочка на приеме. Сделано по патенту Тесла электрический трансформатор, вот все как у него там, то есть одна катушка, линия передачи, вот у нас получается чистая однопроводка. Горит? Да, не земли, значит, ничего. И что еще я хотел показать, вот есть такое, то есть, если мы здесь заземляем, либо на емкость, потребление у нас снижается, а лампочка на приемнике горит ярче. Вот это второй вопрос, значит, сейчас у меня, у меня вот такое понимание, вот сюда, что вот у нас есть насосная станция, у нас есть трубопровод, и есть крючатка, это мы схематично представляем, как у нас вот работает электричество. Насос у нас создает давление, создает давление, и, значит, если у нас здесь будет заткнута, то у нас крючатка крутиться не будет. Значит, что делаем мы в привычных схемах, мы замыкаем циркуляцию, ну и, соответственно, у нас насос гоняет воду, замкнутая цель, прямой провод, обратный провод. Ага, значит, как можно представить здесь, ну, по крайней мере, я для себя так представляю. Значит, Ну и вместо обратного провода мы можем организовать слив. И тогда у нас, значит, вода будет течь и будет сливаться сюда. И таким образом мы подключаем заземление, либо мы подключаем емкость, то же самое, то есть мы ее сливаем, как бы рассеять. Либо наоборот может быть, но вот это еще вопрос, что мы наоборот, может быть, делаем подсос, например, из землищи, да. Насос может не обязательно в эту сторону работать, это как бы, насос, строго говоря, мы не знаем, как он работает. Он может и наоборот подсасывать, либо с емкостью, то есть, ну, емкость как можно, аналогию какую-то. Потому что вот есть радиатор, который, чем больше площадь, тем эффективнее он рассеивает тепло. Вот здесь примерно так же может быть. То есть, как оно влияет, вот есть у нас просто провод, а если ему емкость туда побольше, либо заземление у нас эффективнее, либо туда подается, либо наоборот рассеивается. Вот таким вот образом. То есть, здесь вот, ну, наземления нет у нас, вот мы сейчас на отвертку или как-то так. Возвращение на этот вопрос, как определить, от дает или подсасывает. Вот, не знаю, можно, ну, диод, наверное, не показатель, потому что у нас может быть, как бы, что в одну, что в другую сторону. То есть, включение, как бы, загорание лампочки, подсасывает. Но здесь можно аналогию с этой катушкой, раз она уже в поле зрения нам попала. Когда ты, когда ты прикладываешь, когда ты прикладываешь отвертку вот в этой сфере на катушке Тесла, если вы все так и бессмерите, у тебя подсасывает или отдает? Как бы процесс... Ну, я понимаю, блин, круто. Мы стараемся. Александр, ты бурярин, я помялся. Я предлагаю, что мы сейчас попробуем. Можно также, знаешь, через лампу, через лампу передавать. Вот, мы сейчас как-то это подключим сейчас проводочками. Видите, первый раз, когда я что-то понимаю... Я правильно же понимаю, что вот этот однопроводный, в принципе, он может идти от нашего аэроротора вниз? Ну, в принципе, он может. Для этого там надо сделать, так сказать, надо добиться эффективной передачи этого всего. Потому что вот в этом макете это не особо эффективно. То есть, ты можешь сказать, что по одному проводу передается, а ходится по двум? Нет, я хочу сказать, что в том, что мы имеем сейчас, это пока не особо эффективно. Подожди, что значит? Критерий эффективности какой? Ну, мощность на входе и мощность на выходе. Вот это критерий. Ну, вот, ты можешь ответить на мой вопрос. По одному проводу передается лучше или хуже, чем по двум? Нужны дополнительные... Я объясню, чем мотивировал мой вопрос. В случае с аэроротором, если мы передаем ток по одному проводу, это один вес провода на 50 метров, а если по двум, то это тот же вес, у нас же 2 на 2. Ну, вот, наверное, в этом направлении нужно работать. Чтобы провод был один. В сельского хозяйства у них, в общем, результат скорее положительный. В сельского хозяйства, я знаю, о чем вы говорите. Вы говорите о машинке, которая бегает. Нет, нет, нет. Не лампочки там берут. Нет, и кораблик по воде. Нет, 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 это другое. Это ритм. В сельского хозяйства, там такой мордатый профессор. Главное, у него весельки такие маленькие стоят в кабинете. Он говорит, что они за Тесла. Ну вот, здесь передается у нас сейчас по лампе. И здесь, в принципе, тоже мы. Что там у тебя-то будешь? Увеличивается от пузырька? Нет, ну, когда тыква увеличивается так же, как тогда, вот. То есть, так вот лампочка с вами. А, ну да, да, да. Видно, да, получается? То есть, это происходит или потому, что происходит подпитка откуда-то, или потому, что есть канал слива? Ну, я предполагаю, что так, да. Потому что вот здесь, как бы, ну, по лампе хуже передается. Значит, здесь, в чем еще, может, тут надо поднастроить что-то. Это пока мы, ну, вот, когда мы подключаем. Лучше всего сюда заземление подключать. Это пробовали я, носил на производстве. А если взять заземление? А вот я не знаю, есть там у нас заземление или нет. Ну, на нуле там, явно, заземление есть. На нуле, ну, давайте сейчас провод возьмем. То есть, вот оно эффективно. Вот интересно тоже, как оно по лампе распределяется, да? То есть, вот видно, как на линию мы влияем, да? Ну, вот вопрос. Ты даешь или забираешь? Нет, вот смотрите, я когда... Но это мы можем проверить. Оно замыкается, как бы через меня идет. Поэтому на лампочку попадает меньше. Скорее ты забираешь. Ну, скажем так, отсюда мощность. Ну, вот можно как сказать? Вот я могу поискрить вот здесь вот. На лампочку еще меньше будет. Ну, вот здесь на приемнике оно в роли не играет. А здесь вот интересно видно, как это все... Ну, давайте сейчас попробуем взять провод и от земляного контакта... Ну, скажи, пожалуйста, Александр, а как, чего мы добиваемся в севернике? Мы добиваемся понимания, как вообще работает одноправо, и что это такое, с чем его едят. Потому что разговаривать об однопроводной передаче, не понимая вообще, как бы, не сделать постановочных опытов, ну, это как-то... Ну, да. Это разговор ни о чем. То есть здесь вот есть... Это же цель народной лаборатории как раз. Вот можно на форумах там до хрипоты спорить, до драки, все. Вот, есть, пожалуйста, есть гипотеза какая-то? Вот, я думаю, что так. Ты приходи сюда. Вот готовая установка и проверяй свою гипотезу. В чем суть нашей гипотезы связана с одной и с односторонней? Значит, с односторонней. Во-первых, мы показываем, что это возможно. А это остается без сомнений еще? Ну, как сказать? Ну, а где написано, что... Вот в учебнике физики написано, что два провода передачи. Потому что... А по одному проводу, как обычно говорят, вот есть один провод, а второй провод — земля. А вот здесь нет второго провода земля. То есть здесь у нас чисто одна провода. Ты подтверждаешь, как бы, что да, ты лабораторно подтверждаешь это явление как факт. Вот есть одна проводка, да. Вот его можно посмотреть. Второе — то, что мы, когда приемный конец по патенту... Ну, это однопроводка раз, патент Тесла два, то есть мы как бы воспроизводим... А патент Тесла в чем? Ну, патент Тесла — электрический трансформатор. У него этот способ описан, это же как бы не мы придумали. Я понимаю, то есть вот... Вот, мы этот патент воспроизвели, потому что патент... Схема генерации как бы... Нет, ну, схема передачи. То есть здесь, скажем так, база вот эта вот современная, катушка... Ну, у нас трансформатор Тесла, он просто включен в катушку зажигания. Ну, такие они, как бы, у них свои особенности. Но здесь... Вот это вот? Это катушка зажигания. Это катушка зажигания, из которой вынут сердечник. А я... То есть вот это вот и есть по патенту Тесла сделанная... По патенту Тесла, да. Вот такой способ передачи, что мы повышаем, по одному проводу передаем, на приемном конце понижаем. И на первичную обмотку у нас... Ну, это тоже катушка стоит такая же, да? Да, 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 да. Ты здесь... Все, я понял, крупно. Вот. А сейчас мы возьмем какой-нибудь провод и попробуем зайти меньше. Я правильно понимаю... Ну, подпись мне, это бедитанский вопрос. Наличие вот этих двух катушек, это то необходимое условие, благодаря которому кто передается по одному проводу? В общем, да. Ну, вот интересно, конечно, было бы почитать вот эту книгу, выпущенную с сельхозинститутом. Ну, она есть, есть эта книга, она есть в электронном видеоролике. Ну, я ее не видел как бы, но там по-видимому описаны, значит, где-то там необходимые компоненты и что в них должно присутствовать. Ну, в принципе, они занимаются чем-то похожим. У них... В книжке есть. Возможно, у них есть какой-то ноу-хау, они помогут... Не, ну, понятно, ноу-хау это ноу-хау. Слушай, я видел у них ролик конкретно, просто там был вариантов нет. Почему я спросил, кстати, у тебя, неужели кто-то сомневается? У них, смотри, у них две рабочие модели, которые они показывают. Первая, они... Один провод у них подходит в воду и по этой воде плавает бассейн. Ну, бассейн такой детский, круглый, в воду входит один провод, и радиоуправляемый корабль плавает по бассейну. Вот. Я такого не видел. Да, я тоже считаю. Серьезно, я найду, я скину вам. А второе, это... Рядом, как бы... Ну, как бы... Стенаж, вообще, то самое. И там один провод и ездит машинка. Ну, радиоуправляемый. Ну, и как раз идет разговор о том, что вот технология Теслы... Вчера ректор этого института рассказывает, как бы, о том, чем они занимаются в своем кабинете. Потом показывает лабораторию. Я-то видел только вот эту саму лабораторию, где у них есть ящики преобразователей. Ну, или киловаттный ламп. Или формирователь. И потом, значит, куча ламп киловаттных на стене. И через всю лабораторию, значит, протянут этот провод, с которого они могут... К которому, вернее, они могут подключить уже потребители. А где-то в конце есть второе устройство, которое, значит, что оно делает, я не знаю. Ну, давайте попробуем. Вот поэтому и надо посмотреть эту книгу. Там, скорее всего, алгоритт-то этот расписан. Ну, что, поярчилось? Подожди, 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 подожди. Ну, вот, покажите, значит, вот у нас... Во-первых, кстати, потому что вот мы сюда вот нагрузили вот это вот... Провод вот этот нагрузили. Мы изменили как бы параметр вот этого... Ты его, во-первых, держишь в руках. Ну, то, что я держу, то вот если я его отключу... Не мешает, да. Я думаю, что... Ну, давай, вставляю. А вот, кстати, оно, наверное, с этого еще и скринет. То есть это у нас земля только подключена. Только за землей. Так, лампочка-то усилилась? Ну-ка, вынь еще разок. Ну, значительно. Незначительно, вообще говоря, она не светила. Она стала ярче светить. Она вообще начала светить. Не, ну вот, смотрите, мы сейчас провод этот отключим совсем. Вот. А, без провода она немножко светит. Заземлением на порядок больше. Да. И лампочка, как бы, это... А, слушай, ну и с заземлением может идти в обратную сторону? Ну, конечно. Нет, в принципе, может быть как в ту сторону, так и обратно. И при заземлении тоже, да? Не понял. Нет, вот если бы такая КТ... Я начинал свой глупый вопрос. Нет, нет, ну... Влияет, то есть так скажем. Влияет. Ну, ты сейчас тоже видишь, что же Земля как-то, да? Ну, это мы... Ну, как Земля, это уединенная емкость. Ну, понятно. Ну, а когда ты включаешь... Там уже, я считаю, что у нас четное заземление. Потому что это... Что это принципиально меняет вот с этим? Ничего же? Принципиально. Ну, что-то как-то замыкаем. Принципиально... Разница в чем? Что вот эта вот... Значит, вот эта вот вещь к Земле не подключена, а вот эта вот вещь к Земле подключена. Вот принципиальная разница. Понятно. Но поток может быть обратный и от этой, и от той. В принципе, да. Поток может быть и в ту, и в другую сторону. А может он быть и туда, и сюда. Нет, я имею в виду, а здесь источником потока выступает, как бы, получается, воздух, а там Земля. Так же получается. Мне сложно отвечать на этот вопрос. Надо что-то... Я не знаю. Нет, но если... Я хочу понять, что... Для меня просто это разные... Как я вот вижу, ты включаешь это в розетку, говоришь, что это Земля, да? Это значит, что если что-то идет обратно, оно идет из чего-то, что ты вот называешь, как бы, Земля. Я спросил, вот это тоже, типа, заземление, ты сказал? Нет, это заземление. Нет, это заземление. Да. Ты когда показывал на это, ты сказал, это тоже можно назвать заземление, типа, это отдельная, как бы, емкость. Ну, как бы, и, значит, раз это отдельная емкость, это, как бы, ну, для меня это не Земля. Значит, это, в случае, если поток идет обратно... Нет, здесь разница какая-то. Заземление – это когда у нас закопан контур заземления. Я понимаю все это. Вот. А бывает, что заземляют на... Вот, например, в машине. Какое там заземление? Там заземляют? Замыкают все на входе. А, слушай, обратно получаем электроток же, да? Значит, в первом случае мы получаем электроток, который идет из Земли, а в втором случае, вот в этом, получаем электроток, который идет из воздуха. Или я неправильно? Нет, неправильно. Вот и объясни мне, как правильно. Ну, я же объясню вот на аналогии, что я не могу утверждать, что мы, значит, сливаем в ту сторону, или, как бы, подсасываем, или у нас, может быть, оба процесса, что мы туда и сюда, переменные. Ну, вот, я не могу это утверждать. Вот, то, что оно есть, есть. Вот, теперь надо изучать. Вот, сейчас надо выдвинуть, например, мы выдвигаем, что вот, мы считаем, что оно идет так-то, так-то, и, значит, на основании этого мы вот такой-то опыт это подтверждаем. Я понял, я очень быстро говорю. А если даже еще строже говорить, что такие-то, такие-то опыты, как бы, этому не противоречат. Я понял, я буду учиться, вот, вот, такому подходу правильному. Ну, поэтому он ваше. Ну, я буду учиться правильно с принципиальной возможностью передачи тоха по... Считайте, что я сильно волнуюсь, как бы, сегодня скачу. Будешь я курить, я не буду... Бросаю курить совсем. Нет, ну... Не обещаешь? Вот, ну... Ну, с понедельника, ладно, с понедельника. Нет, нет, я не хочу... Сегодня еще можно. Не, пусть, пусть оно сейчас, наоборот, лучше проветрится. Просквозит все еще. Мне сразу стыдно, я с вас улетелся, короче. Лучше оно сейчас... А что, все?